Сима, скажи мне, как это называется? Ты понимаешь, что процедуры мульнорыльные надо принимать сидя, не лёжа? Кошка вылизывается лёжа, ей лень вставать. Она куда вот дотянется языком, куда шея выгибается, там и вылиживается. А дальше, скажи, дальше уже сами, дальше без меня. И то она вот так может резко иногда, видите, вот так замирает, замирает, и вот в этот момент может призаснуть немножко. Сима, я тебя всем покажу, да? Всем, все увидят. Что, стыдно стало? Клеопатра, блин. Ты посмотри на меня. Я ей так завидую иногда. Это сейчас утро, сколько время? 10.30. 10.30, да. Кошка уже позавтракала. Погуляла. Погуляла сейчас. Мульноральные процедуры и спать. Здрасте. Всем привет. Сейчас это, находимся в одном домике выставочном. Спросите, что мы это делаем? Да просто мимо проезжали и решили заехать. Да, но мы когда-то здесь были уже и снимали. Тут три домика стоят. Кто помнит, посмотрит, ну, тот помнит, кто не помнит. А кто не помнит, тому мы сейчас ставим вставочку, что именно я в прошлый раз тут сказала, вот и стоит даже на вот этом месте. Ну, получается, гараж-то далековато от кухни. Ну, начнем с того, что гараж расположен, это будут детские комнаты, он сразу находится, то есть вход второй, опять же, где детские комнаты, это не очень хорошо. Я же говорю, да, и ты приехал, завез, продукты привез и тебе тащить через весь дом, аж вот туда в то крыло получается, так по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, ну, неудобно. А теперь давайте с вами внесем поправочку, как изменили взгляды иммигранта за полтора года нахождения здесь. Сейчас мы опять снова в этом доме, опять я смотрю ту же самую модель, и вы знаете, я пересмотрела свое мнение, и сейчас мне этот дом нравится, и считаю, что расположение комнат вот этих детских, оно удобно находится, потому что это удобно и комфортно, так что вот так. Не знаю, не знаю, почему мы подумали в прошлый раз, что так неудобно, то что от гаража сразу к спальне, детские, не знаю, мы, короче, переменили свое мнение полностью, нам теперь нравится. Во-первых, оказалось, что мы посмотрели, что входит в стоимость, что не входит в стоимость, оказалось, что здесь практически все входит в стоимость, опционально только кое-какие раковины, кое-какие там. И патио. Патио, да. Вот эти окна, все вот эти, стена, окно, входит в стоимость. В прошлый раз мне понравился дом, который мы сейчас опять смотрели, и я вот, честно, до сегодняшнего дня говорила, ой, он такой самый лучший дом, он прям для нас заточен. Но вы знаете, нет, я сегодня была в нем, вообще нет. Да, мы сейчас посмотрели и пересмотрели. И я думаю, что вот этот дом больше подходит для нас. Да, здесь отдельное крыло со спальнями, получается, это рейспальня в этом крыле, и отдельное крыло с гостиной. Вот эти патио, они не входят в цену, в базовую, будет здесь просто места, окна, стена, ну, сам, наверное, можно сделать. И вот это все, в принципе, так и останется, здесь все в базу входит, вот это все, все практически. И опять же, вот эти все окна, кроме потолочных, входят в базу, и вот того патио не будет нарезано на улице. Но, опять, смотрите, в этом доме очень-очень просто, очень много опыта. И они все входят в стоимость. И мне кажется, что когда ты сидишь в этом доме, что в спальне, что здесь у тебя всегда вид должен быть, знаете, view такой, good view просто, должен быть. Но, Сережа, хочу тебе сказать, ищи землю, мне нравится. Да. А здесь, напомню, да, кто не смотрел видео, здесь вот гостиная такая с секретом. Здесь вроде бы шкафчик, ну, кухня, гостиная, секрет, там вроде шкафчик, нет, просто отверт заходишь, а тут пентри, целая комната пентри. И еще здесь небольшой кабинет спрятали в гостиной за стеной кухни, получается вот здесь такой маленький кабинетик. И все, опять же, говорю, это входит в стоимость. И посмотрите, какой большой остров, а Сережа у нас не видит большое островы, но он так гармонично вписывается в эту гостиную. Остров входит в стоимость. Мы в соседнем доме смотрели, там был еще больше остров, но он не входил в стоимость. А он тебе перья входит в стоимость? Да, тебе их подарок подарят. Это индейца какого-то. Так, зашли в европейский магазин, Настя не может выбрать пряник тульский. Вот эти? Этот, вот эти мне нравятся, вкусные очень. От стирки лакомка, да. Эти самые классные. Не знаю, чьи они. Вот этот, да это тоже, я люблю медовый. Вот этот вкусный. Вот этот, да? Вот этот похуже. Давай, это твой. Покажи рыбку, какую я выбрал. Вот такую воблю, но это, по-моему, местная. По-моему, это Нью-Йорк, что-то, ну, просто чищенная вобла. Идя ли, сейчас попробовать. Вот, смотрите, он прямо из Украины приехал. Такой мягкий, ну, потрошенный тоже, вот, конечно, не нравится, что потрошенный, но ничего. Ну, попробуем. Не знаю, вот такой фирмы еще ни разу не пробовал. Попробуем, Лещичка, это жилищик? Да, Лещич, Лещич Виоленый. Ну, возьмем, попробуем. Штурки прикупили нашему мальчику, сам выбирал, взяли 4 штуки, продавались вот в одном комплекте. Ну, это, конечно, не блэкаут, да, но они выглядят очень хорошо, у них материал такой интересный. Да, они прозрачные вот эти вот, и вот эти тоже прозрачные, но как бы все равно они убирают. Все равно затеняют, да. Да, затеняют. На камеру не видно почему-то, на камеру очень ярко на нас на улице все. Но выглядят красиво, на самом деле, прикольно. Сам выбрал, в общем, сам одобрил. А то, знаете, как с тинейджерами сложно, ну, все не купишь, все не то. Так, и попадаем мы в жилище Яны. У Яны штора, она полностью блок-аут, да, то есть она закрыл. Но она же еще с секретом такая. Да, и темно. Ее желательно, конечно, так на день оставлять, а знаете почему? Потому что, вот иди покажу, вот эти вот всякие планеты и звезды, они ночью светятся. А вы закройте, она сейчас светилась. Да? Ну, она заряжается, да? Ну, сейчас, сейчас. Она вот так вот внизу, если вы. А, ну да, чуть-чуть видно вот. И они, короче, светятся ночью. Ну, да. В общем, здорово. Тоже. Да. Ну, что, тебе понравилась эта колонка? Да. Включаешь ее? Да, и Яна пользуется ей. Ну, классно. Она у нее работает, ты как светильник и как... А, это что за зверинец? Я тут давно не был, смотри, что это такое развелось? Что за зоопарк? Это мои животные. А кто кормить их всех будет? Я должен зарабатывать на еду? Да. Да. Вот найдешь себе мужа, тогда и покупай себе зоопарк. А вот этим друзьям... Ой, бардак, они там у себя навели. Завтра клетка будет огромная. Драть эти. Они у нас подросли уже. Мы их выпускаем погулять периодически. Но им места маловато стало. Вот видите, они вот эти вот одежды свои перетаскивают. Тряпочки вот они сидят. Такие хорошие крысочки. Да. И места маловато уже мы, короче, поняли. И мы им заказали новую клетку в 3 или 4 раза больше. Завтра она приедет. И розовая. Да, розовая. И четырехэтажная. Там четырехэтажная, но она шире, выше, больше. Убирай, а то тебе мехи с крышкой. Мы надеемся, подойдет она им. Как у вас честь? А что-то та вообще игнорирует. А что-то та спит. Она даже не проснулась. Ай, почему не кусаешься? Это не вкусно. Не надо, это она по любви. Я знаю. А у меня руки в этом. В шашлыке она хочет шашлык. А та спит. Даже не проснулась. Глаза закрыты. Нет. Ну ладно, отдыхайте. Сегодня у нас очередной барбекю. Я вот сейчас положил стейки. Только положил угли. Вообще горячие капец какие. Я их замариновал именно как в барбекю. В соусе барбекю. Специальным таком купил соус. Там с чеснокомым. Барбекю. Ну что-то еще там. Он меня мариновал сутки. Это прям маринад был такой. Готовый маринад. Я перец не добавлял. Соль только добавил. И вот этот маринад. И все. Там маринад написано все есть. Сейчас будем жарить. И будет очень вкусненько нам. Это вот стейки я как-то покупал. Там не знаю, видели вы, не видели. Там нашу закупку. Ну такие. Корейка на ребрышках. Да. У нас опять выходной. Мы будем делать часто. Кому нравится. Палец вверх. Кому не нравится. Ну. Извиняйте. Смотрите, сколько флагов. Как праздник называется? День. Как называется? Какой именно? Который был или который будет? Который будет. Independence Day. Independence Day. День независимости. Видите, сколько флагов понаставили. Вон там, 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 там. Вон там большой флаг поставили блестящий. Красивый. Прямо как Рождество. А мы пришли в Кабелос магазин. Настин любимый магазин. Вот там что-то дают вкусненькое. Я же говорю, вы жили из... Да, это... Пришли за червями. Завтра поедем на рыбалку. Ой, там, смотри, что стоит. Что? А, не знаю, там бассейн какой-то. Пойдем посмотрим. Что-то праздник ходит. Давайте поглядим. А, рыбу ловит, смотри. Да, дождик, никуда. Я чувствую, пахнет рыбой уже. Ну да, вон там, малек плавает. Вон они там. Какие-то в облачке. Или окушки, не пойму кто-то. А, это маленькие, маленькие телапии. Для детей. Да, детям. Детям поиграться. Ну, круто. Футболочки. Моя любимая часть. Давай посмотрим. Мне футболок тоже по 5 долларов. Мне такую надо. На рыбалку. Давай купим мне на рыбалку футболку. Ну-ка, подними, покажи. О, всем по футболочке купим одинаковые. Будет команда эта. Вот это я не точно подойдет. Возьмем ей. Давай, возьмем. Так, и что, тут еще есть? И еще есть. Ну, тут небольшой выбор, кстати. А, вот такая. Мне вот такую возьмем. Ну-ка, покажи. Да, мне серенький возьмем. Ну, я думала, все в одинаковые. Ну, папа будет серый. Папа же капитан команды. А что мы будем все в одинаковые? У тебя есть белая футболка? Нет. Я решила ее тебе тратить. Она пошита все-таки под виноград. А мне вот. Где-то в мае. В итоге в 3,5 мае. Если видите, то с ним покажи. Ну, тебе тогда белую, может быть, не? Или синюю хочешь? Я думала, синюю. Ну, можно и белую. Кстати, написано 4,98. Тешор, а они по 6,99. Интересно, почему? А, это было. А сейчас... А, регулярная цена 6,99, а будет 4,98. Все, понял. Ну-ка, покажи белую и покажи синюю. Мы сейчас выберем вместе с подписчиками. Так, тут орел. А тут тоже орел, только белый. То же самое. Смотри, что я нашла. Мне больше не нужны вот эти кружки. Я думаю, вот этот возьмусь для мартини. Термокружка, да? Для кофе это какое? Это что, для кофе? Для сока. Да? Ну, прикольно, кстати. Я такие впервые вижу, термокружки. А есть вот такие, смотри. Да, классные. Ну, да. Интересно. Чтоб не проливай-ка на рыбалке, в лодке так мартини не пить. Оливку только некуда ложить. Есть там все, куда положить. Смотрите, какие тапочки нашел. Красивые. В форме селедки. Селедки. 20 долларов все. Хочешь все-таки? Я хочу. Я такое видео. Я хочу такие себе. Подаришь мне на праздник какой-нибудь? Инструкция о том, какую рыбу мы можем ловить. Да? Вот это все указанное. Это морская рыба. Размеры. Разве? Угу. Атлантическая вон. Ну, это тоже морская. Ты что думаешь, вот это водится? А, тунец. Ну, точно. Пакеты для рыб продаются. Термопакеты такие, которые лет кудашь рыбу и все. Что ты там нашла? Удочка кок-колы. Я думаю, это для детей. Это для банки штука, да? Угу. Нет, это вот эта штучка, она, по-моему, суда. А, или нет. Это для банки штука. Я знаю, что вот сюда вот одевал. Блин, мне вот эти катушки не понравились. Я попробовал, там в аренду взяли удочку. Мне не понравилось. А вот еще всякие разные. Это детские, да. У нас, кстати, есть такая детская, мы где-то нашли. Одна. Ну, кок-кола прикольная. Сразу не увидел. Короче, это получается огнемет. Огнемет, короче, у них стоит, а мне что-то рассказывают. Дай пять долларов, что-то будут делать, не знаю. Или записаться, попробовать его. Или я-то, короче, не понял. Ну, короче, это огнемет. И собирают деньги на его использование, что-то. Может быть, не знаю, там. Говорят, у нас нет денег купить его, мы так очень хотим. Нет, они, наверное, хотят использовать огнемет в борьбе с нелегальными эмигрантами. И, ну, да. Да, а на топливо денег нет. И они собирают деньги, чтобы с огнеметами полить иммигрантов нелегально. Поражаюсь худо твоей мысли иногда. А когда мы идем? На самом деле я сам иногда поражаюсь, но потом вспоминаю, что я настолько умный и перестаю поражаться. Принимать ты должен. Да. Так, пришли мы отмечать день рождения в трамплинный парк. Вот они, вот они. Мальчик, как у нас там? Не, я же приобрел. Смотрите, на меня кофта. Какая кофта? О, это чья форма? Месси. А, классно. Ну, ладно, бегай. Пришли, короче, отмечать день рождения в этот трамплинный парк. Они сейчас ходили в кино. Теперь пришли в этот зверинец. Отмечают праздник, да? Как тебе мультик понравился? Короче, тут дурдом. Я выхожу отсюда. Ну, так классно. Я бы сам попрыгал бы. С удовольствием. Сейчас будут их, короче, взбивать тараном. Ага, вот одна уже не смогла. Следующая, вот, следующая перепрыгнула и эта перепрыгнула. Короче, блин, развлечение классное. Мне бы такое в детстве, на самом деле, я бы с удовольствием развлекался. Там вон на быке можно покататься. Всякие горки, всякие трамплины, какие-то, короче, еще только нет. Круто. Я бы сам даже сейчас такой, не то, что в детстве. Я бы сейчас попрыгал в таком. Но мне нельзя. Хотя очень хочется. Там еще можно полазить наверху. Этот, скалодром. Вот видите, такая идет на ремне. Короче, круто. А, и игровые аппараты. А вот тут специальное место для папы. Подождать. Очень удобно. Сейчас я буду испробовать ее. Но хочу сначала посмотреть. Наши девчонки пошли туда, наверх. Сейчас они где-то там полезут. Не страшно совсем? Ползет человек-паук. Совсем и не страшно как будто бы. Только глаза округлились что-то. Стоит, обнимает столбик. Видимо, это теперь ее любимый столб. Подружек ждет, они отстают. Вон там ползут. Прикольная штука. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ой, все, дети тортика покушали. Полюхнулись в бассейн и болтаются. Как это? Ну, это сосиски в проруби. Да, в проруби, да? Что там плавает? Сосиски? Мы тоже немного искупнулись. Эй, а вот и рассказали. Поговорить, поговорить хотели, да? Помылись, да? Хоть помылись. Поговорить хотели, что... Вот так надо проводить день рождения, да, детские? Сходил в кино, сходил потом в батутный парк. Да. Потом сходил в бассейн, тортик. Поел торт. Тортик пицца. Пушал пиццу. Плюхай все развлекались. Никаких застольев, никаких чоконей рюмочных. Это взрослые день рождения. А детские день рождения должны проходить для детей. Да, весело. Ну. Я думаю, им понравилось. Да, мне понравилось. Да? Будем уйти в рождение, а то ты так закрепил. Нет, вы нельзя. Твой будем за столом с водкой отмечать. Вот водка, селедка. Ну, больше ничего. Так, сегодня у нас выходной. Это значит опять гриль. Сегодня у нас... Ну, попозже чуть-чуть покажу, что у нас. Кто показать, как мы сделали? Смотрите, здесь. Мы взяли один из старых диванчиков, который у нас был в квартире. Взяли наш старый журнальный столик. Кстати, мы его покупали бушным. Потому что он нам понравился. Мы купили его за 60 долларов. Он такой массивный, деревянный. Мы его здесь будем хоронить. Мы решили, туда он не подходит. Просто старенький. Надо бы, конечно, лак перекрыть, но ничего. И поставили этот диванчик. Блин, ну, прикольно получится. Пока. Пока мы не покупаем вот эту мебель, знаете, которая для патио. Пока так, для себя чисто. Ну, даже, в принципе, для пары гостей. Если в четвером посидеть, тоже неплохо. Повесим потом лампочки тут у нас есть. Ну, уже как-то поприятнее, да? И мягонько сидеть. Мы тут завтракаем иногда. Так, вот я говорил, как обещал. Покажу, что у нас сегодня. Сегодня у нас просто ножки. Я уже где-то рассказывал, что мы любим ножки. Но мы любим их не просто потому, что это курица, а любим в кислом соусе. Мы делаем в винном уксусе. С лимонным соусом, с лимонными специями, с перчиком. Ну, вообще, больше ничего. Вот такие ножки мы сегодня будем жарить. У нас мариновались сутки в этом винном соусе. Сейчас мы их быстренько за барбекюм уже угли. Как там кто-то написал, должны посидеть. Они уже посидели. Наши угольки. Теперь будут полежать ножки, да? Устал, как посидели угли. Понюхать хочешь, как пахнет? С шашлыком. С луком. С луком? Не, а лука-то нет. Мы без лука сделали. Кстати, вот мы это, сейчас день рождения отмечали на днях, да? Вы там видели. И вот смотрите, прикол в чем. Вот эти вот шарики, вот здесь вот они стоят. И недорого. Очень дешево. Вообще, как, короче, прям полтора доллара. Доллар 25, да? И у них вот такие вот держалки есть специальные, чтобы они не улетали. Груз, короче. Но это неважно. Суть в другом, что вот этот шарик покупаешь, вот они вот так под потолок бывают, влетают. И вот так вот они могут пролежать целый год на потолке. Просто я вот, ну, как вы любите, сравнить хотел, да? Вот меня многие просят часто сравнивать. Мы в России покупали такие шары тоже. Тут часть наших, часть нам подарили. И там их в России, помню, промазывали специальным чем-то. Специальный гель, пропитка. Я помню, знаете, будете пропитывать или не будете? Да, плюс этот газ дороже, чем просто воздух, все это. И на следующий день они у тебя падают вниз и спускаются. Вот это вот, вот у меня день рождения было в феврале. У нас в квартире еще вот сегодня, какой месяц? Июнь. Июнь, сколько прошло? Четыре месяца. Четыре месяца. А у меня в квартире вот до сих пор висит вот так вот под локом шарик. У Яны годами там лежало. Ну, полтора года лежало с самого начала, да? Вот они здесь не спускают и не издуваются. Не знаю почему. Наверное, какой-то, а, может, климат другой. Наверное. Воздух. Американский. Интересный, кстати. И стоит очень дешево. А, и вот можно снять, видите, подушечка. Ребенок пользуется. И ковер у нас, видите, маленький. Космический тоже. Купили только потому, что космическое. Мы, конечно, хотели больше. Ян, смотри, крысюки твои там на свиньящили. Тебе надо убирать. Хотели больше, но нам понравилась вот эта тематика космическая. О, Свет, чего говоришь? Это я. А, это ты. Сонаркультиком. Короче, надо будет менять, но пока с космосом большого не нашли. Так, вот я вам показывал, где первый диванчик стоит, а второй диванчик мы пока временно здесь поставили. Не знаем, что с ним делать. Почему? Дочка наша тут вечерами иногда валяется. Ну да, можно посидеть, полежать, пока мы это здесь. Пока мы не нашли, куда мы идти или вообще, в принципе, мы еще, мы, конечно, думаем сюда, знаете, поставить такие два красивых кресла. Да, сюда. Да, но еще не нашли, какие именно, какие отсветы. И нам надо второй телекупить, чтобы старый сюда повесить, а второй купить вниз. И решили все это сделать в один момент. Ну, а пока здесь поставили этот диван. Пока диван еще у нас здесь. Ну, ничего, стоит нормально. А вот так вот у нас происходит день, день у кошки так проходит. Не происходит, проходит. Вот так вот, да? Она сейчас удивилась, очень сильный взгляд у нее такой удивленный, что типа, что это вы не на работе? И что это вы все сюда пришли? Что вам тут делать? Идите к себе. У меня там перец жарится. На гриле. Иоанн, иди переверни перец, там шипцы лежат. Сима, пошли на улицу погуляем, хоть. Ну что, нельзя же так весь день лежать. Ну, Сима. Ну что ты? Ой, ну поздно. Шашлычком пахнет, видишь как? Пойдем жарить барбекю. Пошли. Вставай, пойдем. Пойдешь? Нет? Ты еще полежишь немножко, да? А с утра встала, позавтракала, уже после обеда она все лежит. Ладно, отдыхай. Не будем мешать. Что ты там ждешь? Почту. Почту ждешь? Ребенок ждет с утра самого просто. Не может дождаться. Не снимай, дядя. Что там тебе несут? Сережа, выдали огромную посылку. Говорит, забирайте. Спасибо. Вы же знаете, что это? А вы знаете? Я вам не знаю. Вся на второй этаж. Вот такая вот у нас получилась клеточка. Я даже не знаю, как вам размер показать. Вот она. Смотрите, какого размера. У них вот раз, два, три, четыре, пятиэтажные. Шестиэтажные. Шестиэтажные. Да, мы там дом им поставили, деревянные, они там спят. Вот эту тряпку туда сюда гоняют. Но они на ней днем бывают спят. А эту туда сюда гоняют. Ну, расскажите, как вам? Здесь крыса. Нравится этот дом? Соня, кстати, палец в колесе. А, палец. Нет, в другой крысе. Вот этот. Иначе тебе начнут кусать. Пробовать. Пробуй. Ну, вкусняшка хотят. Надо что-нибудь вкусненькое принести. Как вам? Нравится ваш новый дом? Да, нравится. Ну-ка, расскажите свои комментарии. Миссис Крыса. Короче, они прям балдеют. Они тут, ну, во-первых, на колесиках. Мы теперь можем ездить. И еще ее можем легче чистить, так вот подвигаешь. Ну, да. Можно. Не надо ее полностью чистить. Выдвигаешь только эти полочки. Их помыть. Ну, можно так салфеткой убирать. Короче, они прям по этажам бегают. Иногда засыпают некоторые и падают, да? Короче, мы поняли, что крысам очень нравится кокос. Покупаем кокос иногда. Вот круги. Иногда покупаем кокос. Они прям... На, вот, вот куда пошла. Вот, иди сюда. Они прям с удовольствием его едят. Правда, убегают, прячутся. Чтобы никто не видел, как они едят. Ну, что ты такой? Кокос. Кокос. А мы как бы ее перевозили целиком, так собрано, да? Ну, что, расскажи, как тебе гуляется. Все надо понюхать. А, пожевать еще надо, да? Вкусно? Я бы на этом месте это не ел. Сима. Куда ты там полезла? В кусты. Сима, ты почему попой к нам? Мы на тебя смотрим, а ты попой повернулся. Эй. Ты что думаешь? Ты прикидываешься ковриком, что ли? Ложиться, в траву прячешься. Это жо, как называется? А это как называется? Вкусненько. Вкусненько. Что и жует. Муж голодный, главное, делами занимается. А ей вкусненько. А ты на кого училась? Нажевательница? Сима. Пошли домой, все, хватит гулять. Сима, выходи давай. Хватит там нюхать. Это кто-то нагадил, мне кажется, какой-то кот. Ты нюхаешь там. Так, съездил в Омарт, купил шланг. За 10 долларов, 7-метровый. Купершланг. За 5 долларов купил такую штуку. Такая специальная, чтобы напор вылили за 4 бель. Я вот такую за 10 долларов купил. Распылилку, смотрите, видите, как она. Ну, короче, штук 6, 7, 1, 2, 3, 4, 8 режимов, да? А, 6 режимов. 6 разных режимов, короче, распыления. В разные стороны, короче, там как угодно. Газон поливать. Это что-то у нас газон как-то сохнет. Там он выкатанный был, видели. Еще плюс там лужи почему-то собирается, не знаю, надо разбираться. Почему-то не уходит вода через этот люк. Ну, так, просто решил проверить. Такую поливалку. Мне кажется, его надо поливать. Потому что я не увижу, чтобы кто-то поливал тут газон. Все поливают цветы. Вот эти вот растут, кусты, цветы. Чтобы кто-то газон поливал, я не видел. Но я буду. Что-то он какой-то желтоватый. Он у соседей даже более яркий. Может, пока мы на работе, они поливают. Давно не было у нас рубрики. Пробуем новые интересные продукты. Сима шелестит пакетами. Сима, почему так идет? Она разбирает пакеты. Она злится. Мы тоже только пришли, разобрали пакеты. А она просила, просила. Мы ей ничего не дали. Сима, иди сюда. И она решила нам мешать. Так. Короче, сегодня мы набрали что-то интересного. Вот эту штуку мы взяли по акции. Мы не знаем, что это. Но что-то, короче, в этих ракушках. Краб. Сима, ну прекрати. Она будет сейчас захвачена и наказана. Захвачена и отхвачена? Ну да, да. Серьезно, она жопой на пакеты садится специально. Да, я вижу, что ты специально. Уходи отсюда. Что-то, короче, в ракушках. Какой-то, не знаю, фарш. Но написано Clams. Мы думаем то, что это что-то с мидиями. Clams это мидии, да. Но ракушка как будто бы не мидиевая. Ну ладно, они надо в духовке запекать. Они там нету. Они запекаются сейчас. Как поставить? Сколько минут? 30. 30. Как раз пока мы это попробуем. Ни разу мы не пробовали. Да, да, давай. Глакамули. Ни разу не пробовали. В Америке оно в каждом магазине. Везде есть. Каждое, наверное, пробовал? Нет. Я тоже не пробовал. Но везде. Ну это, короче, соус из авокадо. И там еще немножко что-то добавлено. Соус сальса. Мы тоже. Сколько здесь живем. Он в каждом магазине стоит. И мы ни разу не попробуем. Соус сальса. Пальцем по ним бьешь, он же повдыхается. Там, короче, не знаю. Похоже на нашу аджику, но свежую какую-то. Милт и тут милт. Так, дальше. Вот это вот интересная штука. Просто увидел. White barbecue sauce. Какой-то Алабама. Не знаю, как может быть барбекю соус. White. Алабама. Просто соус попробуем. Ну, может быть, в том штате едят белый барбекю соус. Мы не знаем. Так, вы нам советовали попробовать алоэ. И вот мы взяли, короче, такая штука. Она не дешево стоит. Там какой-то осадок. Ну, это надо, да, чтобы он постоял. Там, знаете, веном. Короче, здесь алоэ плюс лимон плюс мэппл сироп. Это кленовый сироп. Какая-то супер вода там структурит супер H2O. Все органик. И еще органик хлорофилл. Я не знаю, что это такое. Короче, какой-то супер напиток. Не знаю. Ну, ну, ну. Я хотела, чтобы ты его оставил. Наоборот, поставил. Я уже перемешал. Каждый с ним был осадок, я уже перемешал. И он такой, знаете, как веном плавал. Говорит, страшно пить. Дальше что? Дальше в Америке живем уже почти два года. Скоро будет. Ни разу не пробовали кефир. Ты так и скажи, что соскучился по кефиру. Пробовали яичный напиток, игнок. Он перед Рождеством продается. Ну, просто решили попробовать. Кефир отличается ли он от нашего или нет. Мы знали, что он есть. Мы видели, но проверим, отличие есть или нет. Шпроты. Американские шпроты. Тоже решили проверить, взять. Ни разу не брали. Брали русские в русском магазине. Ну, там, европейский. Возьмем, проверим. Написано сардина, но они, короче, шпроты. Копченые шпроты там должны быть. Попробуем, отличаются или нет. И вот это вот интересно. Это куски пальмы какие-то, короче. Сердечки пальмы. Сердцевина, наверное, пальмы. Ну да. Короче, здесь несколько убили пальм, выдрали их сердца. Ну, у нас же, кстати, штат. У штата символ что? Пальма. Пальма, вот. Ну, вот видишь, и беспощадно уничтожают пальмы. Символ. Поэтому мы тут едим пальмы, да. Короче, ладно, давайте пробовать. Так, вот шансовый инструмент у нас появился. Ты решила начать с конца, как говорится. Да. Я думал, мы все это кефирчиком... А, тут надо перемешать, да, написано? Думал, мы кефирчиком все это запьем. После. Ты решила сначала. Ну что, пахнет таким прям кефир-кефир. Прям такой правильный, настоящий кефир. Он даже с пенкой немножко будет. И тянется, как кефир, да? Так, говорим одну кефир, а в другую попробуем другой напиток. Пополам с тобой. Да, быстрый очень. Кефиром пахнет. Ну, пахнет таким прям кефиром-кефиром. Прям обычным кефиром, короче. Сладкий. Нет, там написано, что он цветет. Обычный кефир. Мы детям, кстати, делали в России кефир с сахаром. Короче, прям обычный, очень вкусный кефир. Я не понимаю, почему мы его не брали. Ничем он не отличается от российского кефира. От хорошего, такого жирного, качественного кефира. Прям очень вкусный. Я прям вспомнил родину. Реально, почему мы его два года не пили, скажи мне. Кефирный йогурт вкусный. Я удивлен. Очень вкусно. Мы пробовали всякие йогурты, всякие там кустомолочные напитки, сладкие, а тут вот просто кефир. Нет, ну подожди секунду, сейчас перебью. Мы вот этот вот кефир, я видела у других блогеров, но они все берут сладкие. Да, там куча разных видов. А этот именно, если вы вот соскучились по реальному кефиру, можно его брать. Это процентность 3,2, очень вкусный. Там много разных со вкусами. Мы и брали какие-то напитки вот эти йогуртовые. Ну это не то. Так, а вот это, короче, что-то суперздоровье улучшает. При салове. Ну если что, ты первое пробуешь. Как чему сейчас вообще о здоровье? А похоже, как Яна обычно разукрашивает. Ну да, кисточки зарянуешь. Да. Такая штука. Один в один прям. Пахнет чем-то сладким. И пахнет точно так же, да? Ну как? Без сахара. Кислое. С привкусом плесени. Это флорофилы. Давай, мам, попробуй. Похоже на квас какой-то, знаешь? Салти. На квас похоже. На квас, но такой с чем-то зеленым. Очень вкусно, надо. Не супер вкусно, но написано, что очень полезно. А вкус и правда немного плесени. Да, с капустом вкусом плесени. Может, мы плесень там перемешали? Но мне нравится. Да, но вкусно, да, не в шкоре. Это такое освежающее. Хлорофилы. Тут еще цитрусы есть, в общем. Мне кажется, там лимон. Да, тут лимон, но я же не прочитал. Алоэ, лимон, мэппл сироп. Это кленол. Кленовый сироп. Супер вода и какой-то хлорофил. Я не знаю, что такое. Но неплохо. Неплохо, да. Но не так, что прям любовь. Так, теперь продолжим. Что у нас тут есть? Глакамоле попробуем. Я его не то, чтобы здесь не пробовал, я его в жизни никогда не пробовал. Хотя слышал о нем и знаю, что это такое. Прекрасно. А авокадо мы часто берем. Мы любим авокадо. Ну, мы просто его кусочками режем. Да. Но глакамоле я ни разу не пробовал. Вот, пахнет. Пахнет, знаешь, чем этим? Фаршем, когда готовишь фарш на пельмени. Да, очень вкусно. Ну, это не отдельное блюдо. Это надо с чем-то есть. Ну, да. Мне прям нравится. Тут авокадо, прям просто авокадо с лимоном, с луком, перемолотым. С чесноком. С чесноком. Очень вкусно. Прям пойдет как добавка какой-нибудь блюда. Не знаю. Мне нравится. Но это чистая авокадо. Короче, просто авокадо перемолотый с луком и с лимоном. Чеснок мало чувствуется, но пахнет. Ну, как бы можно и просто авокадо. Ну, Яна на завтрак может, да, кушать? Сальса. Яна просто не любительница луком. Милт, сальса. Там было разных. В основном больше острых, мне кажется, было сальса. Да, а это мы выбрали милт. Кстати, и это тоже было острое. Это острое? Нет. Нет, мы самую слабую выбрали. Я так понимаю, что это ближе к мексиканской границе. Еда такая имеет популярность. И поэтому там все с перчиком. Вот духовка. Говорит, что нагрелась. Нам уже готовить надо, но ты только нагрелась. Ой, а это пахнет, знаешь, как? Нарезка. Пахнет, как, нет, когда мама делала, помню, в селе, знаешь, это, по осени, там, в конце лета, томат выжимала через эту ручную высоковыжималку. Вот прям, и она делала там всякие закатки, закрутки. Вот пока оно свежее, вот пока вот передавлено, туда немножко перчика. Блин, такое, я не знаю. Ну-ка, дайте. Короче, как это, аджика свежая. Ну, дайте, я что-то сам попробую дать. Ну, давай, я хочу понюхать. Свежая аджика, короче, пока еще она не готова к закатке. Она же мое. Мне кажется, аджика не из этого делается. Аджика делается из перца. Обалденно. Вообще. Тут перец, тут томат, тут лук. Ну, не знаю, что еще. Может быть, чеснок. Вообще обалденно. Это крупная аджика, короче, свежая, не замалинованная. Ну-ка, давай. Сейчас товарищ повар продегустирует. Ложенку, это я буду прям... Ой, а пахнет. Я говорю. А пахнет не аджика, а лечо называется. Или лечо. Ну, короче, мне кажется, нет, аджикой пахнет. Ты не права. Нет, лечо. Тут в лечо не добавляют чеснок и зелень. Тут зелень, чеснок. Так, товарищи женщины, если вы знаете, напишите в комментариях, куда что добавляют. Короче, мне пахнет аджикой маминой. Мне маминым лечо. Здесь еще зелень какая-то такая, блин, да? Я не борщу. Короче, прям супер. Даже на зажавку для борща можно это использовать. Ну, вкусно, можно кушать так. Такое, кстати, едят с чипсами, вот этими кукурузными они. Я не знаю, почему мы это не брали. Мы это будем кушать как салат. Это, кстати, точно вот это из Мексики, там на испанском написано. А, так на обсердном написано Мексика. Это я буду брать в тюрьме постоянно. Я не знаю, почему я этого не брал полтора года. Пальму. Сердечки пальмовые. Сердечки кого? Курица. Пальмовые. А в чем они написаны? Пальма. Вол, это дикие, да? Царые. А, цельные, цельные волны. А дикие как? Бывает, лук. Бывает, лук. А пальма бывает дикая, а бывает не дикая. Она пахнет как кукуруза. О, да. Она вот так вот, смотри, сиропы там, качанчики. Она пахнет крабовым палочкой. Или палочкой. Что-то среднее между вареной кукурузой и крабовым палочкой. А кошка тоже пришла их попробовать. Ой, кисло-соленый. Ну, не соленый. Кисло-сладкий. Кисло-соленый? Ой, ну еще и мягкий. Он как мягкий, как крабовая палочка. Сима, так на. Дорой, Тути. Поднимайтесь. Скоро я буду пробовать. Ну, короче, сироп. Сироп очень вкусный. Мне прям понравился. И я думал, это что-то будет твердое, а это, смотри, мягкое-мягкое. Кошка, первая вода. Ты, наверное, пальмы не будешь. Ты подожди, рыбки. Ну-ка, давай. Там как будто что-то внутри. Ну-ка, я не пойму. Там внутри какая-то мякоть. Давай развернем. То есть, снаружи. Короче, похоже на крабовую палочку. Яйцо. Да, что-то внутри как будто яйцо. Я нему нравится. Смотри, как я нахожусь. Я мне сказала, что тут все по вкусу, но это не вкусно, это необычно. Ну, это интересненько. Мне нравится. Сима, ты будешь? Сима. Это тоже будет. Ты еще правда будешь? Кислое, мягкое. Очень на крабовую палочку по консистенции тоже похоже. Небольшой привкус к лорабовой палочке, но в то же время это не крабовая палочка. А может, мы все время ели не крабовые палочки, а пальмовые сердечки? Может быть. Ну, прикольно. Не знаю, для чего это используется. Кто знает, напишите. Может, какой-то салатик. Сима, ты со своими лапками поаккуратнее за вами на стол попадаешь. Получаем. Так. Сардины. Шпроты рижские. Да, шпроты. Это не шпроты. А что это? Там что-то льется, а кошка уже на столе у вас. Короче, ладно, это не шпроты. Это действительно сардина. Это у нас Настя решил нас экономить. В магазине стояли рядом шпроты с прозрачной баночкой. И рядом точно такая же баночка. И все то же самое написано. Она говорит, ну, на доллар дешевле, не прозрачно. Давай возьмем. Взяли. Но это не шпроты. Хорошо, мы в следующий раз возьмем шпроты. Это обычная сардина. По вкусу, как в Польше. Такая копчененькая консерва. В масле. Да выше, выше, выше. Слепаш, слепандя. Вот я себе забираю. Ай-яй-яй-яй-яй. Наказаны будут все. Она мою шорту облизила. Вы видели этот взгляд? Вот эти, как бы, твои сразу испуганы. Нет, дома никто это не контролирует так сильно. Это все обман. Симон, мы тебе сейчас рыбки 5-1 в тарелок. Ну и что, я, короче, сейчас попробуем соус брать. Но тебе рыба понравилась? Да. Рыба очень вкусная. Она прям качественная. Ей пальма и рыба понравилась. Мы теперь кошку кормим только консервированной рыбой. Раньше мы покупали, вот буквально как переехали, мы начали покупать консервированную рыбу. В основном тунец. Просто в воде, без масла всяких, без ничего. Нашли такой, где меньше всего соли. Потому что он стоит дешевле, чем консерва кошачья и по объему больше. То есть за доллар можно купить больше объем, чем за 1,5-2 доллара кошачьей еды. Что я не могу отказать? Не знаю. И рыба настоящая. И кошка ест с более большим удовольствием. Да, и рыба настоящая. Ну и мы можем там покушать все что. В общем, что дочка, что кошка едят, отдать тоже консерву. Да, здесь корм одинаковый. Что для детей, что для... Ну, вытри. Все, я все забрызгал, все заляпал. Смотрите, какая-то у нас неаккуратная распаковка получилась. Это живая называется. Мы все люди. Так, ну и давай тогда уж, раз так прошло, просто попробуем соус. Я не знаю, чем отличается соус с барбекю. Белый от соуса барбекю не белого. Шуршит. Да, кстати, почему-то он шуршит. Тонкий, может, пластик. Ну-ка. Вкусно. Слушай, он такой прикольный. Это что-то, короче, соус барбекю, но в то же время не кетчуп. Ну, обычно же... Kitchen method. Да, как будто бы майонез, немножечко, совсем чуть-чуть остроты, типа хреновый такой, совсем чуть-чуть, где-то вдалеке. То же самое барбекю, но и майонез как будто бы, такой прям кисленький. Этот соус пойдет нормально каким-то блюдом. Не знаю, каким, может, к рыбе. Средний. Ракушку есть можно? Конечно. У нас же есть таматологическая страховка. Ай, горячая такая. Ты все-таки горячие сделал? Иди переделай. Вот такие пампушки у нас получились. Мягкие. Бабушке в ракушках. Она все время говорит, когда... Та-на-то и то что? Ага. Подождем. Так и живем. То холодильник запищит. Я такой, я в холодильник залез, закрыл, а у нас же звонок на холодильнике подключен. Думаю, раз холодильник пишет, и написано на нем Open Door. Думаю, блин, дверь открытая. Думаю, откуда он знает, что дверь открытая. И, главное, камера не включена, обычно включается, когда тут, там, улица двигается. Ну, или кто-то позвонит. А то камера не включена, написано, открытая дверь. Пошел к двери, посмотрел, дверь закрыта. Я открыл, посмотрел, никого там нет. Думал. Вот как сейчас. То же самое. Open Door. Надо ее закрыть. Оказывается, это у него дверь открыта. А кто ее? А, это я, Яна. Это морозилка. А чего? Хотела поругать и сказать, кто это наделал. Ну, классные функции, на самом деле. Все Samsung. Samsung плита, Samsung холодильник. Они предупреждают. Пищи, ты бегаешь по всему дому, ищешь, где же это Open Door. Если у вас проблемы с башкой, техника вам подскажет, как себя правильно вести. Дверь закрой, плиту выключи. Есть там краб или мидия? Нет. Нет? А что там нет? По виду как будто бы... По виду там так... Котлетка хлебная. Чтобы вы видели. Да, да. Какой-то, смотрите, идет пар. Пахнет? Котлеткой со спецсией. С рыбной. Рыбой не пахнет. Я потому что сейчас кругло попробую. Ммм, это джемчужная. Рыбый глаз. Ну, слушай, зачем? Тут есть какое-то что-то мучное. Не знаю. Там было написано «стаффин». Это, наверное, знаете, там делают как с хлебушком. Вот это традиционная еда. Вот это сейчас было. Я думаю, здесь мидии перемешаны как-то с кукурузным хлебом и со специями. Вот так. Что-то мучное, что-то такое мясное, но оно не поймешь, что рыба, мидия или мясо. Ну, в общем, в таком своей массе очень вкусно. Интересно. И оно еще так подается, знаете, в ракушке. Ну, да, в ракушке. Оно прямо настоящая ракушка, видите? Классно. И просто мы взяли его по скидке, стоило там 2,5 доллара, да, по-моему? За упаковочку 2,5 доллара. Неплохо. Ну, мы можем начать кушать. Да мы уже давно начали. Мы тут сидим. А вы палец вверх поставьте, не забудьте. Смотрите дальше, дальше будет классно. Опа. Очередной раз у нас мероприятие такое. Теперь сегодня это день мороженого. Можно взять любое мороженое, всякие топинги. Фруктики. Украсить чем угодно. Ну-ка, какое ты будешь мороженое, покажи. Карамельное. А где карамельного тут нет? Ванилла есть, чоколад. Чоколад. А это что-то? Не, 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 аппетитанское. Это чоколад, ванилла и строгали. Клубника, шоколад и ваниль все вместе. Медут и водут. Ну давай. Ну ты бери тоже вниз. А можно разного набрать по шарику? Я бы брал разного. И обонюю. И всякие топинги, клубнички, соусы какие-то, сливки. Сливки. Вот это люди насвинячили уже. Крючки, мемдемсы всякие. Ну так вот, опять раздают вкусняшки. Ну походу поздно. Пришли уже немножко разобрали. Второй стол был, его сложили. Опоздали, прикинь, на халяву. Смотрите, хотел показать. Сли мы, короче, по магазину нашему любимому. Вы видели это? Топленое масло, да, вроде. Ну походу топленое масло. Ну точно топленое масло. Стоит, короче, 9 долларов и почти 11,5. И он есть еще 13. И 13, да? Думаю, ну ладно, как бы, ну, наверное, это. Вот он, смотрю наверх, кокосовое масло, пожалуйста. 7 долларов, ну там тоже есть. Ну, короче, все равно дешевле. Оливковое масло, ну, 9 долларов. То есть топленое сливочное масло стоит дороже, чем, блин, оливковое масло. Вот еще хотел показать. Как-то я вам рассказывал, но, наверное, не показывал. Ну, может, не знаю. Ну, короче, еще раз показать, если показывал. Я как-то рассказывал, вот эти вот фрукты есть. Я очень люблю вот эти мандаринки в желе, есть в соку. Вот это все прикольно, короче. Но тут, кроме этого, есть еще банки разные. И вот, вот эти вот, знаете, вишенки, которые мы привыкли там в детстве, помню, видеть их только на Новый год, там один раз делят на тортики. Они стоят здесь вот, да, 3 доллара всего, 3-4 доллара. Вот 3 доллара в такую большую банку. Маринованные вишни. И вот это вот, вот у них целый ряд здесь, смотрите, это клюква, клюквенный соус, который они едят с индейкой на День Благодарения. Вот разные блюда из клюквы. Вот такого у нас не было. И вот я еще заметил, ананасовый какой-то паштет, молотый. Не только кольца там есть. Ну да, нет, ну вот есть рубленые, резанные, есть там кольца, а есть прям паштет такой. Ну, короче, много разных таких. А есть мандарины в банках, кто-нибудь когда-нибудь видел? Мандарины в банках. Мандарины в банках. Это для меня. Самое интересное, что цена, 1,85 доллара. Смотрите, за эту банку 1,85. То есть оно недорогое. Вот есть ассорти, смотри. Тут папайя и пинаппл. Ананас и папайя. 2,29. Ну да, кстати. Вон, из каких хочешь. Смотрите, ассорти такое, цитрусовое. Это что, манго? Чисто грейпфруты, персики или абрикосы. Можно комплексно. Ну, короче, вот эти вот баночки, вот эти вареные овощи такие, блин, они вот мне нравятся, короче. Я прям балдею с них. Мы еще не все попробовали. Мистер и миссис. Короче, смотрите, пришло какое-то письмо. Ну, короче, не знаю, от вот этой фирмы. Вот, видите, фирма. Мы не знаем просто. Тут что-то внутри лежит, короче, адрес я вам показывать не буду. Ну, не суть. И в конвертике лежит 5 долларов. У нас как-то было, уже нам один доллар прислали, а тут 5 долларов. 5 тебе поприятен. 5 долларов новенький. Блин, классно. Ну, новенький. Это кто у нас, Линкольн? Это этот борец с вампирами. Ну, да. Ну, приятно, 5 баксов прислали. Я не знаю, что там написано. Что-то, наверное, интересное. На какой-то сайт зайдите. Что-то там получите. Наверное, на 5 сделаете. Напишите вам мнение по какому-то поводу. Да, может какой-нибудь это. Ну, короче, не важно. Ну, такое бывает. Она, конечно, периодически. Нам доллар прислали уже. Один или два. А, два раза уже было, да? Да, это гепартамент коммерции. А тут 5 баксов. Блин, ну классно. Халявные 5 долларов. Просто так. Это сколько? На отзыв, да. Это на русские рубли 500 рублей, да, считай, почти? Просто так прислали. 5 долларов это... Можно 2 бургера в Макдональдс купить. Можно. Да много чего 5 долларов можно. Блин, круто. Нравится мне Америка. А вы, говорите, деньги тут не растут на деревьях. Вот, пожалуйста. Сейчас едем, катаемся по городу. Ну, это не наш, конечно, город. О, вилл, патрульная машина. И сейчас заметили такую странность. Какой-то, знаете, такой... Ну, я не скажу, что это район прям супер благополучный. Конечно, неблагополучный. Видим людей на улице. И сейчас рабочее время, да. И очень много людей, которые проводят время, скажем так, на своем крыльце. У меня вопрос к ним, люди, когда вы работаете. Ладно, у нас сменный график работает. Не думаю, что у всего квартала такой же график. И все работают в одну смену. Будний день, время час. И люди сидят под крыльцами. Ну, мы уже выезжаем за таранчик. Да, уже выезжаем. Ну, это этот у нас, Спартенбург. Да. Мы сейчас в Спартенбурге. И вот сейчас как раз с него выезжаем. Вот, можете посмотреть. Мы не раз тут были, но нам он не очень нравится. Здесь вот, вон, видимо, у них решетки на всех зданиях. Ну, типа эти, знаете, магазины. Вон, справа покажи, видишь? Вот как это центр, где машины продают, да? Там решетка. Вон дальше магазинчик. Вон, слева эти жалюзы, справа. Заправка странная. Заправка, ладно, без решетки. Короче, на бизнесах решетки есть. Да и вообще, само как, очень много заборов, да. Сейчас проезжали парк, а парк, значит, закрыт забором. Да, огорожен забором. Он открыт, но, видимо, она, значит, закрывает. И вот газон не везде покошен. И вот это вот заборы разные у кого из чего. Просто я удивилась, я с Сережей говорю, ну, что это, смотри, за место такое, загорожено вот этой сеткой? Он говорит, да это парк, первостранный парк, чтобы, зачем загораживать парк такой сеткой? Да, вот интересно, вроде как соседний город от нашего, он смотри, домик лика, от нашего соседний город, но совсем по-другому здесь люди живут. Ну, возможно, здесь есть другие районы, но это вот недалеко от центра. Да, просто мы увидели такой район, как бы, ну, мы его уже увидели не первый раз, но решила показать, чтобы у вас было представление, что есть Америка такая, и есть Америка даже вот-вот такая. Да, но мы стараемся в такую Америку меньше ездить, поэтому показываем только хорошую Америку. Ну, а нам тут делать нечего, мы сейчас мимо ехали. Что нам тут делать, в той Америке, да? Правильно. Охренеть, смотрите. Смотрите, машина пытается проехать в туннель, и он, в общем, застрял, большая, не может. Уперся, да. Ну, мало того, что он проехал один раз, он уперся, застрял, это его не остановило, и он такой, давай еще разочек. Я не знаю, он там не проедет. Да, конечно, он не проедет. А, он назад сдает, все, догадался. Он, короче, уперся прямо, увидели, как он уперся. А сзади нас еще стоит фура. Там невысокая. Сейчас я развернусь. Как он ехал? У него уже есть знак. У него уже есть знак какой-то. Ну, что значит, как он ехал? Человек, который водит фуру, он, наверное, должен знать размер, что... Вот, тут отмечено, видите, вот, знак стоит. Высота у тебя должна быть вот такая вот. Ты, когда водишь фуру, наверное, ты в курсе, какого размера у тебя машина. Как ты думаешь? Да, я думаю, головой, но... Но не так, как тот водитель, да? Так, он сюда будет сейчас жопу закидывать или нет? Наверное, да. Сейчас он, там, нужно на перекрестке машин стоит, куда он тут собирается. Я не знаю. Чернокожий. Интересно, это как-то связано. Я пытался сюда затиснуться. А, смотри. А, наверное, нас он пропустит. Конечно. Еще бы мы тут назад сдавали, правда. И вот сюда вот он хотел, в этот туннель проехать. Тут, кстати, я видела таких три туннеля, когда ты проезжаешь. И мне тоже всегда, когда ты заезжаешь, в них кажется, что там очень узенькое место нет. Магазин он видал, решетками заделал, он есть тоже. Ну, да. Опять, видишь, мы все, вот вроде где дома выехали, а еще не выехали. Смотри, смотри. Да, мы еще не выехали. Заборчики. Ну, там, вот именно, что мы думали, что мы... Смотри, домики такие, маленькие, старенькие, грязненькие. У каждого забор. Вот интересно, зачем такой забор невысокий? Собаку, чтобы лежать? Ну, я не знаю, может просто показать, что это моя территория. Разволюшки такие. Вот, где-то ходят. На работу идут, наверное. Церкви тоже есть везде, что-то положено. А это что тут? Мороженое. Мороженое подают. Вот, смотри, справа эти мобилхомы, но какие-то очень старые, древние. Да, ему 300 лет в обеду. А он тоже сидит, да. Как в селе каком-то в России. Я им иногда, конечно, завидую. Тоже хочу проводить целый день на воздухе, на своем крыльце. Да-да-да, пойти, податься на пособие. Вот такой вот, наверное, мобилхом стоит 20-30, я думаю. Купить его. Ну, правда, там будет плесень. Ну, шприцы выкинем, подведем. Вон, закрывает свой забор этим цепью. Тетка стоит. И вот, и поддадимся на пособие, и будем сидеть так на крыльце, и ничего нет. Пособие по безработице, пособие на еду какую-нибудь еще, и будем сидеть. Да? Рядом с ними? Да. Мне тут не очень нравится. Ну, тогда тебя не поймешь, что хочу так, а потом будешь не нравится. Если хочешь так, то должно нравиться. Что ты хотела мне рассказать? Хотела показать, смотри. Надулили опять, да? С горкой. Кто накладывает мороженое с горкой? Да, смотрите. Мы подумали, может, это случайность какая-то. Купили два мороженое. А они вот два мороженое накидали с горкой. Вот это да. Опять обманывают. Еще какие-то там, смотри, тараканы там внутри какие-то. Это мои фисташки. Фисташки. То есть фисташковое мороженое с фисташками прям целиком? Ну, она же фисташковая. Ну, они положили одну фисташку. Сколько баночка такая стоит? Два доллара. Два доллара. Нормально тогда. А это чизкейк. Чизкейк? Ой, мне будет вкусно. Все, давай выключай. Ну, вот и все, ребята. Расставила американская мечта наша. Смотрите. Вот так вот флаг просто на глазах проставил и упал. Ну, ладно, шучу, конечно, дело не в мечте. Дело в том, что сейчас уже немножко проехал, уже 100 показывает. А это показывает 111 фаренгейтов. Это где-то 36, наверное, да? Ну, не знаю, посчитайте там, кому интересно. Я уже привык на эти фаренгейты и сложно пересчитать. Так сильная температура, что флаг стоял. Когда с утра у меня я уходил из машины, ну, перед работой я уходил, у меня стоял флаг. А вечером после работы пришел, и он упал. Вот такая вот погода. С кошкой выходим периодически погулять. У нее любимое занятие теперь только вот это вот. Сидеть в ямке. То есть она вот сюда приходит, вот так вот залазит, прикидывается газончиком и там сидит. Не знаю. Сима, что там такого? Она мять начала его жмякать. Я не знаю, что там за ямка, но кошке там нравится. Увидела там кота под машиной сидеть рядом. Посмотрела на него или кошку другую. И сегодня дальше пошла. Что там в той яме, Сима? Что там? Ничего нет, просто яма. Странная яма. Это что за пожиратель травы такой? Как это называется? Испугалась? Пожирательница травы. Страшно стало? Пошли домой. 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 Продолжение следует...